Маленькая Мария 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 Меня приглашают на съемки мебельных магазинов, где, можно сказать, с успехом у меня это все происходит, какие-то рекламы. И на самом деле я очень этим довольна, я рада собой. И, конечно же, я хочу стать выше, чтобы не останавливаться только на Красноярске, на России, становиться выше не только в росте. Как и Маша, 17-летняя Полина стремится к высотам топ-подиумов, где Мини не приветствуется. Чтобы подрасти, она начала заниматься йогой. Как утверждает девушка, это увеличивает рост. Модельные я пошла с ростом 165, буквально месяцев 5 назад. Начала заниматься, мне это понравилось. Потом я прошла кастинг на New Face 2014 в июне. Я поучаствовала, меня заметили. И после этого мне не хватает буквально сантиметра. В российском модельном бизнесе девушки до 170 сантиметров легко добиваются успеха. А вот чтобы стать топ-моделью в Европе или Америке, маленького и даже среднего роста недостаточно. Есть такие успешные модели сейчас уже, когда начинали они с маленького роста. Маленький рост, конечно, для модели, не для обычного среднестатистического человека. Например, наша модель Юлия Колпакова. Когда она начинала работать, в 13-14 лет, ее рост оставлял 1,67 метров. Она поехала в страны Азии, там успешно сделала свое первое портфолио, первые публикации. Впоследствии, конечно, человек вырос и сейчас ее рост 173. Быть маленькой девушкой не так уж и плохо. Первое, тебе всегда 18. Второе, маленькая собачка до старости щенок. И, наконец, третье, ты можешь покупать одежду в детском мире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова